Добрый день, уважаемые слушатели и зрители канала Медиадоктор, радио Медиаметрикс. В эфире Школа Здорового Голоса Екатерины Осипенко. Сегодня мы с вами поговорим о детском голосе, о детском певческом голосе. И сегодняшний формат нашей передачи будет, я думаю, что для вас интересным. Я буду отвечать на те вопросы, которые вы мне задаёте после наших передач. Надо сказать, что мамы поющих детей, бабушки поющих детей, вокальные педагоги достаточно серьёзное внимание уделяют тому, как голос ребёнка развивается, как голос ребёнка надо рассматривать с точки зрения его взросления, подготовки к певческой деятельности. И существует, конечно же, много вопросов, связанных с вышеуказанными аспектами. Я могу сказать, что когда ребёнок начинает петь, он сталкивается с большой голосовой нагрузкой. С той нагрузкой, которую ему предлагают в музыкальной школе, или ему предлагают в том кружке музыкальном, или, может быть, в ансамбле, в который его привели родители. И, конечно, как вы знаете, сейчас таковых ансамблей достаточно много. Практически все дети так или иначе обучаются пению в разных учебных, не всегда в учебных заведениях, не всегда в музыкальных школах, где педагогический процесс поставлен с точки зрения правильности, с точки зрения методологической правильности. И у наших родителей, и у вокальных педагогов в том числе, возникают всевозможные вопросы, связанные с тем, каким образом мне навредить ребёнку, каким образом необходимо обучать ребёнка, и что нужно делать для того, чтобы голос ребёнка сохранился. Позвольте мне зачитать некоторые вопросы и на них ответить. Итак, Екатерина Левченко, извините, Алла Коновалова спрашивает о том, насколько по времени в день оптимально заниматься вокалом для ребёнка, чтобы не было голосовых перегрузок. Это прекрасный вопрос, и вопрос, связанный прежде всего с тем, что действительно, как таковых, таких нормативов нет официально. И если мы почитаем какие-то руководства, в том числе педагогические, о том, сколько нужно заниматься с ребёнком, то мы не найдём чётких указаний. Нужно в этом вопросе быть крайне внимательным, потому что перенагрузка может привести к формированию голосовой патологии. Вообще нерациональное использование голоса, в которое входит, конечно же, избыточный вокал по времени, по длительности, может приводить и является основным, фактически, основным аспектом формирования патологии голоса у ребёнка даже в раннем детстве. И, отвечая на этот вопрос, я могу сказать следующее, что считается среди нас, врачей, в международном сообществе, которое занимается вопросами пения и голоса поющих, то, что в ранневозрастных группах необходимо петь не более 30 минут подряд. У студента 15-16, начиная с 15-16-17 лет, голосовой урок вокала должен составлять не более чем 45 минут. И длительность урока вокала может увеличиваться, но его увеличение должно сопровождаться наличием перерывов. И, кстати сказать, так же и у ребёнка. Ребёнок не всегда, особенно маленький, будет держать внимание. Если пение начинается в такие критические, для начала пения, возрасты как 6-7 лет, то тогда без перерывов, безусловно, обойтись нельзя. Следующий вопрос. У дочери постоянные ангины, и петь она очень любит и хочет. Этот вопрос задаёт Анна Менгазова. И есть ли надежда на то, что это ей может помешать, чтобы профессионально запеть? Спасибо, Анна, за ваш вопрос. Он, безусловно, очень правилен. Потому что постоянные ангины, прежде всего, конечно же, помешают любому человеку жить, как маленькому, так и взрослому. Поэтому наличие постоянных ангин говорит ни о чём ином, как о декомпенсации хронического танзелита. Хронический танзелит является заболеванием хроническим, как это понятно из названия, хроническим заболеванием лимфоидной ткани, нёбных миндалин. У детей в раннем детском возрасте нёбные миндалины зачастую бывают гипертрофированными. И у детей ангины могут быть достаточно частыми. Если вы видите, что у вашего ребёнка ангины 1, 2 и более раз в году, то это явный совершенно признак того, чтобы вашему ребёнку была оказана для начала консервативная терапия по тому, чтобы хронический танзелит перешёл из стадии субкомпенсации всё-таки в стадию компенсации, если мы говорим уже о сформировавшемся хроническом танзелите. Но вообще ангины – это вещь достаточно неприятная, неприятная с точки зрения формирования местных осложнений вплоть до формирования абсцессов в ротоглотке и протензиарных так называемых абсцессов, и неприятная с точки зрения формирования осложнений в других органах и системах, достаточно серьёзных осложнений, сложных заболеваний. Поэтому хотя бы это являться должно основанием для того, чтобы начать грамотно диагностировать, а потом и лечить танзелит. Ну и, конечно, наличие танзелита само по себе и наличие тем более ангин будет мешать в будущем профессиональному голосу. Но это не означает, что если существуют ангины или если существует танзелит, вообще существует танзелит, то даже безангинозная его форма, то необходимо сразу лишаться миндалин, проводить тонзолокотомию. В каждом индивидуальном случае взвешивается все «за» и «против», проводится специализированное лабораторное исследование, и в ходе этого решается вопрос о необходимости тонзолокотомии, особенно у маленьких детей. Но, безусловно, для того, чтобы пелось лучше, для того, чтобы постоянно не было воспалительных заболеваний, конечно, лучше было бы следить за этим хроническим очагом инфекции, как правило, хроническим. Поэтому вопрос был очень-очень правильный. Екатерина Левченко, о которой я уже упоминала, задает вопрос о том, что её подруга, не совсем подруга уже взрослая, 24 года, но поёт вот с раннего детства. И в настоящий момент часто сталкивается с проблемой перегруза, голосовых перегрузок. Учёба в консерватории и работа с детьми, с тем же самым голосом, очень много-много концертов. Она проходила лечение, и сейчас голос восстановился. Но чтобы другим не повторять таких ошибок, дайте какие-то элементарные советы, какой голосовой режим надо соблюдать вокалисту, какие первые признаки сам человек может почувствовать и понять что-то с голосом. Ну вот, понимаете, в чём дело Екатерина и все наши слушатели? Дело в том, что когда ребёнок начинает петь, когда он только-только вступает на тропу обучения вокальному искусству, основным из факторов правильного обучения является обучение гигиене голоса, является обучение тому, как сам ребёнок, как его родители должны беречь свой голос. И опять-таки вот здесь прозвучала фраза «постоянных перегрузок». Не может быть этих постоянных перегрузок. Нельзя позволять, чтобы постоянные перегрузки были. Иначе, особенно когда речь идёт о неокрепшем голосовом аппарате ребёнка, когда речь идёт о ребёнке, который ещё не умеет петь, вот эти постоянные перегрузки, безусловно, отразятся негативным образом и поспособствуют формированию патологии гортани, которая в дальнейшем может привести вообще к тому, что ребёнок петь не сможет. И даже в обычной своей жизни, в речевом голосе будет испытывать неприятные ощущения, дискомфорт при речеобразовании. И все вокруг могут слышать то насиплость, тот песочек, который присутствует у людей с проблемными голосовыми складками. Какой голосовой режим надо соблюдать вокалисту? Прежде всего, надо вспоминать о тех правилах, элементарных, надо сказать, правилах, которые должен, в принципе, любой человек использовать в своей жизнедеятельности. Это рациональный сон, это рациональное питание, это рациональная физическая нагрузка. И если мы говорим о детях, вот всё то, что мы сейчас с вами говорим, обсуждаем, обязательно должно закладываться в раннем детском возрасте. А ребёнок должен понимать, что утром, когда он проснулся, он должен сделать зарядку, и когда он засыпает, он должен это сделать вовремя. И только тогда у ребёнка будут силы, во-первых, появится возможность для восстановления, ну и, соответственно, у него будет возможность совершенно спокойно, хорошо и качественно петь. Мы с вами продолжим через небольшую рекламу. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиа Метрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске Медиа Метрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. Медиа Метрикс. Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Итак, мы продолжаем с вами говорить в Школе Здорового Голоса Екатерина Осипенко о детском голосе. И я продолжаю отвечать на вопросы наших подписчиков. Итак, меня спрашивали о том, какой режим голоса необходимо соблюдать вокалисту. Я упомянула о том, что необходимо в обязательном порядке соблюдать прежде всего режим труда и отдыха. Не только певческого труда, но в том числе и с точки зрения обучения, с точки зрения посещения обыкновенной, обычной общеобразовательной школы, восстановления во время сна и, конечно, правильно питаться. Это всё помогает ребёнку делать, конечно же, его родители. Но сам ребёночек должен знать прекрасно. И у него должен быть сформирован этот навык вовремя отходить ко сну. И у него должен также быть сформирован навык делать утреннюю, пусть небольшую, но зарядку. Какие первые признаки того, что сам человек может почувствовать и понять, что с голосом что-то не то? Хороший вопрос. Ну, вы родители, надо сказать, в преломлении к детскому голосу вопрос не праздный. Дело в том, что ребёнок сам почувствовать вообще может ничего не почувствовать и не понять. Редко, когда сами дети жалуются. Взрослые, родители то бишь, вообще не замечают осиплости. Поэтому, ну, просто не замечают. Ухо не натренировано на осиплость. И, может быть, это связано ещё и с тем, что родители вообще слышали этого ребёнка, естественно, с пелёнок. Вполне возможно, что узелки голосовых складок сформировались на первом году жизни. И такое тоже, кстати, может быть. И связано отнюдь не с пением, а может быть связано с постоянным плачем ребёнка. В случае, если ребёнок родился в ходе сложных родов, если беременность протекала достаточно проблематично, если ребёнок имеет какую-то неврологическую проблему. Поэтому ухо родителя не всегда отличит нюансы в голосе у ребёнка. Но если ребёнок посещает музыкальное учебное заведение, то, конечно, сам педагог, в принципе, чётко может заметить, что с ребёнком что-то не то. Бывает, что дети поступают только в музыкальную школу, и у них уже есть осиплость. Вот в этой ситуации, конечно, большое значение имеет то, как к этому будет относиться принимающий в школу на вокальный педагог. Существует правило, что детей при поступлении необходимо, точно так же, как и абитуриентов, поступающих на вокальные отделения музыкальных училищ и вузов осматривать от лиринголога-фониатору, делать специализированное обследование под названием видеоларингостробоскопия, оценивать голос и исключать патологию гортани, кое достаточно много сейчас, в силу того, что дети ведут, дети вообще склонны шуметь, кричать. Это нормальное состояние ребёнка. Но дети так же могут ещё и петь сами по себе. И некоторые дети имеют какие-то проблемы неврологического характера. В этой ситуации ребёнок может быть достаточно активным. Родители говорят о том, что он не всегда управляем. Они говорят, что ребёнок не поседа. И ребёнок так же может кричать. И вот в этой ситуации может сформироваться патология гортани, и ребёнок, придя в музыкальную школу только на уровне прослушивания, может уже продемонстрировать достаточно хриплый звук, хриплый голос. И тогда задача педагога направить, обязательно направить на фониатрическое обследование. Что ещё мы можем сказать? Да, можно ли петь? Например, в хоре мальчикам в период мутации. Вопрос сложный. Почему? Потому что всё зависит от конкретного молодого человека, от конкретного подростка в конкретный период его мутации. Потому что у мутации есть несколько этапов. И на первых этапах изменения голоса могут не столь быть явными. Мы знаем, что ребёнок находится в пубертате, мы знаем, что он находится в предмутационном с точки зрения голоса периоде, но ребёнок ещё может петь, мы отнюдь не запрещаем. В общем, мы не так часто запрещаем, как это может показаться вокальным педагогам или даже родителям. Но, конечно, в ряде случаев это происходит. И, как правило, это происходит с мальчиками на определённых периодах. Поэтому для того, чтобы вокальному педагогу разобраться, нужно ли этого мальчика оставлять ещё в хоре, или ему лучше было бы воздержаться от пения, для этой цели необходимо проконсультировать ребёнка у фониатора. И таким образом фониатор, изучая состояние гортани, изучая состояние голоса, мы делаем специальное акустическое исследование, это называется акустический анализ голоса, при котором определяется диапазон голоса ребёнка, определяется динамический диапазон, выстраивается специальный рисунок, по которому мы можем понять исходное состояние ребёнка на данный момент. И потом уже спустя 3-6 месяцев, когда ребёнок возвращается на контрольный осмотр, мы сравниваем то, что было в исходном состоянии, и то, что ребёнок показывает нам в настоящий момент. И можем сразу наблюдать, каким образом голос видоизменяется, как голос понижается. То есть фактически мы с точки зрения доказательности, вы знаете, наверное, о таком понятии, доказательная медицина, можем говорить о том, как протекает мутация. Мы смотрим за голосовыми складками, естественно, мы осматриваем эндоскопически. Как правило, мутационная дисфония не требует какого-то лечения. В ряде случаев, конечно, мы назначаем медикаментозную терапию или физиолечение, но, как правило, это происходит. Это не требует назначения никаких препаратов, но обязательно требует наблюдения от ларинголога-фониатора. Поэтому вопрос, петь или не петь в хоре, он должен решаться коллегиально, вокальным педагогам, после осмотра, после рекомендации фониатора. Это не только веяние времени, это не просто современный подход, это правильный и грамотный, вдумчивый подход, который помогает нам беречь здоровье наших детей. Я, преподаватель, сталкиваюсь с такой проблемой. У детей, которые пришли заниматься уже 8-9 лет, СИП, как говорят, песок в голосе. Что у девочек, что у мальчиков? Что это может быть? Или это ранняя мутация, или экология? Этот вопрос нам задала педагог вокальный Татьяна Нестерова-Тамилова. Ваш вопрос сейчас меня как раз-таки проиллюстрировал мои предыдущие слова о том, что дети, только ещё приходя обучаться, уже имеют голосовое нарушение. Поэтому здесь, как никогда, мы слышим, что у ребёнка нечистый голос, и в обязательном порядке его направляем на консультацию фониадром. Вопрос, почему это происходит, я уже в предыдущих своих ответах немножечко об этом поговорила. Конечно же, не сама экология, безусловно, нет, но экология социума, да, конечно. Конечно, экология социума, потому что тот образ жизни, который ведёт современный маленький ребёнок, он немножечко отличается от образа жизни, который вёл ребёнок ещё 10 лет, даже тому назад. Это, естественно, и позднее засыпание, это, естественно, и большие нагрузки, в том числе в общеобразовательной школе, это большое количество использования тех же самых устройств, гаджетов, в которые дети играют. Может быть, не всегда родители на эту тему задумываются, но даже поза ребёнка, который играет в какие-то игры или переписывается в этот момент по своему гаджету, способствует неправильному формированию осанки. Затрагивается верхний плечевой пояс, затрагивается шейный и грудной отделы позвоночника. И в этой ситуации говорить о правильном механизме голосообразования, понятно, что здесь нет вот такой прямой совершенно причинно-следственной связи, но и от этого нельзя отстраняться, потому что когда мы видим ребёнка на приёме, согбенного, как старичка, находящегося вот в такой позе, то, конечно, а у него уже формируется его позвоночник, он формируется и формируется неправильно, соответственно, при таком неправильном формировании будет и не совсем правильно осуществляться процесс голосообразования, потому что надо не забывать, что гортань располагается в шее, и рядом с гортанью сзади находится шейный отдел позвоночника. И если ребёнок находится постоянно в положении, когда у него всё время голова опущена вниз, то, естественно, мы можем в том числе ожидать развития миофасциального синдрома, который также будет приводить к несбалансированному движению голосовых мышц, не только голосовых, но всех мышц гортани. Ну и, естественно, мутация, ранняя мутация, ну, акселерация, безусловно, имеет место быть, но всё зависит от того, ребёнок какой национальности. Традиционно кавказские мальчики раньше входят в состояние пубертата, и первые признаки в ряде случаев можно как раз в 9 лет даже наблюдать. Девочки, естественно, тоже будут раньше начинать менструировать, в том числе дети, которые проживают в России, славянские дети, они, конечно, будут это делать чуть-чуть попозже. Это традиционно. Но бывают ситуации, когда мутации бывают преждевременными и запоздалыми мутациями. И вот с этими ситуациями, опять-таки, вокальным педагогам помогают, с этими ситуациями вокальным педагогам помогают разбираться непосредственно врачи. Врачи-отеренгологи-фониатры, которые должны понять, предположить, что, возможно, существует проблема эндокринного характера. Поэтому смотрим внимательно за ребятками, которые вступают в этот период времени. Вы знаете, ещё вот такой вопрос, хороший, очень хороший вопрос. Вопрос, касающийся того, можно или нельзя ребёнку с мутацией, и вообще ребёнку, которому запретили петь, можно ли находиться в помещении, где поют все остальные дети? Я вам сразу скажу, нет, нельзя. Когда мы выдаём заключение для таких детей, ограничивая их в пении, мы всегда указываем, нельзя петь в том числе, нельзя петь в хоре, а дальше идёт по-разному. Можно, допустим, не петь в хоре, но петь на индивидуальном вокале. Бывает ситуация, когда мы пишем, и нельзя петь ни в хоре, ни противопоказанное ансамблевое пение, и индивидуальный вокал, в том числе даже сольфежио иногда также не показано. В этих ситуациях ребёнка подчас заставляют находиться вокальные педагоги, не вокальные педагоги, но и расхармейстеры или педагоги тех ансамблей, в которых ребёнок обучается, заставляют находиться в одном помещении с остальными другими поющими детками. Вот это допускать нельзя, потому что голосовые складки в процессе пения, слушания музыки, слушания остальных деток, которые поют, они также начинают двигаться, они также начинают смыкаться. Пусть это не до конца полноценное замыкание, но тем не менее оно осуществляется. И ничего хорошего, ничего полезного и ценного в этот момент ребёнок не приобретает, поскольку эти смыкания не носят такого координированного характера, а негативный эффект, он совершенно ясен. Это опять-таки дальнейшее формирование гортанной патологии, поэтому детей, которым не рекомендуется петь, этих детей надо полностью устранять от слушания музыки вокальной и нахождения в тех помещениях, в которых поют другие дети. У нас ещё небольшой есть запас по времени, и я надеюсь, что я смогу ответить ещё на пару вопросов. Чем принципиально отличается физиология лосового аппарата детей от взрослых? Вот на этот вопрос Алексея Кира я боюсь, что не сможем сегодня на эту тему поговорить. Есть, могу только единственное, что сказать, это действительно серьёзные отличия. И нельзя к ребёнку поющему относиться как к маленькому взрослому с точки зрения пения. Это разные подходы, это разные анатомии, это разные физиологии. Поэтому и нагрузка разная, и много что разное с точки зрения подбора репертуара и вообще вокальной педагогики. Меня также спрашивают о сложнейшем репертуаре, который в хорах бывает, и с тем, что не могут педагоги на этапе обучения выявить тот или иной тип голоса у поющего. Но, друзья мои, на самом деле вопрос не праздный, и вопрос, на который, по всей вероятности, нам, наверное, придётся сделать отдельную передачу для того, чтобы поговорить о том, каким образом определяется тип голоса не только у ребёнка, но и у взрослого, чем они отличаются, и почему мы должны правильно определить тип голоса ещё на этапе обучения, и почему неправильное определение типа голоса может за собой повлечь формирование узелков голосовых складок, хронического ларингита, новообразований, гортани. Спасибо вам огромное сегодня за то, что вы задали мне все эти вопросы. Продолжайте мне их задавать. Я, честно могу сказать, внимательно их просматриваю, и я думаю, что мои ответы сегодня были для вас полезными. И до встречи на новых эфирах Школы Здорового Голоса Екатерины Осипенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова